Голова тут болит, тут заколола, тут что-то это, тут приташнее, настроение плохое, какие-то там магнитные бури, это все, вы знаете, даже магнитные бури меньше влиярче, мы неправильно питаемся с этими двумя факторами. Мне говорят, что тайм-менеджмент для кого-то подходит, кто-то там привык, что по полочкам не все разложено, а кому-то надо так все, чтобы абстрактный творческий беспорядок, он так привык, он так, у него так работает, по-другому не работает, допустим, не подходит. И получается, как будто тоже есть такие, что для нас тайм-менеджмент это, вот я себе ставлю, допустим, пять дел на день, или одно дело на день, вот я вот делаю, что Павел вообще делает, а вот это дело я должен сделать. Это тайм-менеджмент. Как бы сказать. Давайте я отвечу на ваш вопрос. Вон нет там какого-то распорядка дня, ничего нету. Да. Просто как бы цель. Пусть я отвечу, я понимаю ваш вопрос. Я поняла. Смотрите, существует четыре уровня тайм-менеджмента. Первый, фиксация дел. Обсудили сегодня. Второй, планирование. Третий, приоритеты. Это три навыковых уровня, которые желательно должен знать и уметь каждый менеджер, который обучается. То есть вы же можете научиться делать план, расставлять приоритеты и так далее. Но существует еще один четвертый уровень. То, о чем говорит Александр. Это вообще не тайм-менеджмент. Это называется четвертый уровень. Это называется управление не хроносом, временем, а управление кайросом, результатом, точкой удовлетворенности. Когда человек может с виду быть совершенно дурак-дураком, хаотичным, импульсивным, творческим и так далее. Он как танк о чем-то четко знает, он прет к этой цели, и у него это получается. Четыре навыка, ой, три навыковых уровня. И четвертый, один. Самое важное, это самомотивация, самообладание, самодисциплина, внутренняя. Он съеду такой, тут побежал, здесь подкос, здесь подкос, и все. Зато побежал на встречу с нужными людьми. В нужное время, в нужном месте. Я таких людей знаю, их очень мало. Это важный уровень тайм-менеджмента, он считается самым крутым. К нему можно прийти и можно иметь отрождение. Так что вы правы. Тайм-менеджмент просто термин, который объединяет в принципе умение действовать, притмить со временем. А методы могут быть разные, знаете, я ответила ваше. Спасибо вам большое. Ну что, всем спасибо. Я очень рада видеть вас. До пятницы. До пятницы. А вам ангеты, пожалуйста, на стол для Сбербанка. Они будут хотя бы видеть, что на наши семинары кто-то ходит. Валя, нажмите кнопку, пожалуйста, обратно.